Дай почитать. Уже с первых, после революционных лет идеологами детской литературы выступили Луначарский и Крупская. Почему? А потому что эта литература предназначалась для формирования эстетического и социального мировоззрения строителей нового мира. Взяв издательское дело под контроль, государство разработало систему мер по регуляции самого процесса создания детской книги. Вот и были у нас, вопреки всему, замечательные детские писатели Чуковский, Олеша, Гайдар, Барто, Маршак, но в постперестроечный период детская книга стала жертвой издательского рынка. Постепенно возникла и массовая детская литература, причин несколько. Прикованные к всяким гаджетам детки порадуют родителей, если возьмут в руки книжечку, хоть какую-нибудь, не забыла дитё буковки, не совсем утратила навык чтения и понимания текста. Вот тут-то и скрывается главная опасность, потому что чаще всего дети и подростки выбирают именно массовую литературу, ужастики, фэнтезийные поджанры, детективчики. Особенно преуспели зарубежные авторы. Там большой популярностью почему-то пользуются магическо-детективные сюжеты, разворачивающиеся или в книжных магазинах, или в кондитерских. Вот и новая книга 2024 года издания «Пекарня Чудцев. Рецепт чудес. Кэтрин Литтлвуд». С глубокомысленным призывом книга переведена на 20 языков. В небольшом городке Гористи-Фоллс проживает семья Чудцев. Парди, мама Альберт и дети Тимьян, Шалфей, Розмарин и Базилик. Мама с папой чудесно готовят всякие маффины, пироги, кексы. В синие стеклянные баночки собирают то молнии, то крылышки фей, то запах заката. Короче, список можно бесконечно продолжать. У детей разные характеры, но именно роз обладает магическим даром, знанием математики. Без этого дара испечь исцеляющие грипп, холеру, беспамятство и тому подобные болезни, хлебобулочные изделия невозможно. По настойчивой просьбе мэра семейная пара уезжает спасать соседний город, оставляя детей с заветной поваренной книгой. Вот тут-то и появляется загадочная тетя Лили. И начинается просто ужас. 12+. Дай почитать.